За полгода на территории Одинцовского городского округа было совершено 65 квартирных краж. Раскрывать эти преступления непросто. Как правило, домушники – опытные воры. И именно поэтому они никогда не пытаются обокрасть квартиры, оборудованные сигнализацией, выведенной на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны. 54-30, Кутаиси, связь. А связь 30-й? 30-й, принимайте тревогу по адресу. Улица Молодежная, дом 9, квартира 14, первый подъезд, третий этаж. Прошла тревога, входная дверь. Время сработки 13-12, не забывайте экипировку и запись. Как принял? Принял 30-й. Увидев, что жилище находится под защитой Росгвардии, злоумышленники в 100% случаев спешно покидают место несостоявшегося преступления, потому что знают, через считанные минуты сюда прибудет вооруженная патрульная группа. От 5 до 15 минут. Все зависит от того, где находится квартира. Если это в черте города, то это 5-10 минут. Если чуть-чуть за городом, то это в районе 15 минут. У злоумышленников может быть шанс только на попытку проникновения. То есть они могут отжать входную дверь и, услышав звук сигнализации, убежать, оставив целым имущество собственника. Отбор на службу в Росгвардию жесткий, поэтому группы немедленного реагирования укомплектованы хорошо подготовленными, мотивированными сотрудниками, в полной мере владеющими оружием и спецсредствами. В случае столкновения с ними у домушников никаких шансов нет. И воры это прекрасно знают. В 2019 году были попытки проникновения, их было около 10 штук, но все попытки увеличились только попыткой, да, и имущество собственника было сохранено. По состоянию сегодняшнего дня под охрану находятся более 3000 квартир. Уровень жизни в Одинцовском городском округе выше, чем в среднем по региону. Это значит, он по-прежнему остается привлекательным для квартирных воров. Очевидно, в ближайшее время актуальность пультовой охраны, предоставляемой Росгвардией, будет только расти. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.